Музыка Меня к этому празднику готовила мама, она была моим педагогом и всех моих друзей. Я к этому празднику готовилась две недели, мне не очень легко было, но потом я все изучила. Организация мероприятия возложена на педагогический коллектив школы, а вот научить петь и плясать ребят должны были уже сами родители. И здесь самое сложное – это психологический барьер, ведь за пару недель подготовить ребенка не так-то просто. Есть страны, там, Турция, есть Греция, есть Австрия, Англия и так далее. То есть дети знают культуру, традиции, обычаи другой страны. Это только плюс, минуса не может быть. И опять я говорю, это настолько, я считаю, важное событие для страны, где проживает очень много национальностей и людей с разными вероисповеданиями, поэтому я считаю это событие очень важно. Ответить миром, дружбой, терпимостью, всему негативу, порожденному нестабильной политической обстановке в мире – вот главная цель мероприятия. Представители из 26 стран мира наблюдали за тем, как азербайджанские школьники танцуют под их же национальные песни. И все это не что иное, как очередное доказательство того, что мультикультуральная модель Азербайджана полноправно может считаться образцовой. И не так, что просто на словах, а именно на деле. Исходя из выступления президента Ильхама Алиева в 148-й школе, которая состоялась несколько месяцев назад, Министерство образования Азербайджана поручило нам проведение подобного рода мероприятий. Сегодня у нас в гостях представители посольств и ведомств всех государств, чью культуру наши школьники демонстрируют на сцене. Это настолько же важное событие, насколько и важно для нас будущее нашей страны. Ведь мы прививаем дух азербайджанского мультикультурализма нашим детям уже со школьной скамьи. Вырастить молодое поколение в духе мультикультурализма в приоритете государства. Поэтому подобные мероприятия будут проводиться периодически по всей стране. Безусловно, с участием политических представителей зарубежных стран.